День рождения Кадриорга важнее то завтра у нас обычный трудовой день. Ну если мы уже заговорили о дне рождения Кадриорга, то в прошлом году 300 лет вам исполнилось, ну не лично вам, а парку. В этом году, соответственно, 301 год. Как вы намереваетесь отмечать свой день рождения? День рождения отметим тем, что мы завершим большой проект по восстановлению аллей. В этом году, в сентябре-октябре, мы посадим последние 84 липы около канавы перед дворцом. И с этим мы завершим этот большой проект. И это как будто наш подарок новому веку Кадриоргу. Если говорить об истории и о возрасте парка Кадриорг, то, с одной стороны, 300 лет – это очень много, с другой стороны, в контексте тех же деревьев, что могут произрастать в парке, это не так уж и много, потому что дубы, например, могут расти до 800 лет. Вот на сегодня в Кадриорге еще остались те самые деревья, которые сажали тогда при возведении этого парка. Конкретно этих деревьев не сохранилось, которые сажались в нижний сад, и цветочный сад, и так далее. Сохранились действительно, да, 21 дуба, которые мы знаем, выше 300 лет. Даже некоторые генерологи говорят, что самый старый губ у нас где-то 450 лет. То есть он там рос еще просто до того, как там стали Кадриорг делать? Точно. Какие сейчас новшества привносит парк Кадриорг? Мы знаем, что недавно открылась детская площадка для детей с особыми потребностями. Что еще такого нового можно увидеть в парке? В этом году, да, эта мечта была у нас уже три года назад. Теперь этот карусель для детей. И я думаю, что к осенью, или если не удастся, тогда на следующий год у нас будут качели для инвалидных детей специально такие. Так что у нас и появляется такой маленький уголок для тех детей, которые сегодня не могут наслаждаться с этими радостями, которые предоставляет парк Кадриорг. Строительство Рейдитей сильно мешает Кадриоргу? Наоборот, это дает нам новую часть парка. Как мы знаем, у нас есть четыре века, теперь мы получаем и самую модернную часть, поскольку мы ведь сами были участники в проекторовании. Мы сами выбирали элементы, которые там будут, мы сами выбирали растения, которые там будут сажать, и мы сами сажаем эти. Так что в этом смысле я думаю, что это как-то дает новые качества этой зоне, которая была у нас около моря, которую мы на самом деле действительно как будто забросили. А сейчас шум, ремонт, или просто надо немного потерпеть? Шум, ремонт и пыль. Это естественно. И, конечно, поскольку это строительство, это огромное строительство, и там очень много такой вибрации, так что в этом смысле мы сегодня, да, поливаем большие деревья, поскольку мы опасаемся, что корневая система там может немножко быть в шоковом состоянии, поскольку ведь там действительно очень сильные машины работают. Ну, центральным местом в парке Кадриорг является естественный лебединый пруд, очень много людей там всегда гуляет. Скажите, лебеди там появятся в этом году? Или вы закрыли эту тему после того, как лебедей стали люди закармливать булками? Нет, эту тему мы не закрыли. Эту тему мы на этот год, да, закрыли. Я думаю, что на следующий год тоже мы еще этих лебедей там не будем экспонировать, но я надеюсь, что все-таки публика наконец-то поймет, что то, что они делают, это неверно. И я надеюсь, что где-то лет через два, через три мы все-таки вновь будем экспонировать там лебедей. Год назад говорилось о том, что возле Лебединого пруда нельзя загорать. В этом году запрет сохраняется? Конечно. А как же? Ну а как же? Люди идут на природу, теплые деньки, хочется поваляться на травке и принять солнечные ванны. Это приятно, если люди приходят в парк, делают там пикники и просто лежат на траве. А я думаю, что все-таки такие зоны, которые более-таки открытые, как этот самый вокруг Лебединого пруда, роза, розари, цветочный сад, они могли бы остаться в покое, поскольку кадриорг так большой. То есть в других зонах можно позволить себе разложить полотенце и загорать. А насколько много людей посещают японский сад? Это сравнительно недавнее приобретение, можно сказать, кадриорга. Скажем так, что мы это еще не рекламировали, но у нас эти рододендроны, которые белого и желтого цвета, они уже распустили свои бутоны. Но самые-таки аппетитные, конечно, наши большие красноцветные рододендроны. Я думаю, что вот как раз на эти выходные японский сад будет со всей обилии цветов рододендронов. Так что я думаю, что это опять один повод прийти в кадриорг и найти что-то совсем новое, как в этой неделе мы отмечали, ведь обилие цветения яблонь, теперь рододендроны, и тогда уже, когда мы будем готовиться к открытию сезона, мы ведь хочем посадить в этом году 24 тысячи летних цветов, и это говорит, что начинается сезон. А летние цветы что собой представляют? Какие это сорта? Сорта у нас обыкновенные, конечно, там будут бегонии, там будут и сальвии, там будут и тагетисы, но, как мы всегда говорим, у нас и в этом году будут два совсем новых сорта цветника, так что мы постоянно все-таки хочем показать публике что-то новое, и чтобы публика оценила это, удалось этот выбор нам или не удалось. Ну, а если говорить об открытии летнего сезона, то оно состоится 13 июня, и откроется сезон концертом Духового оркестра музыкального училища имени Георга Отца. О других мероприятиях можно узнать на сайте кадриорга. А у нас в гостях сегодня был хранитель парка, Айн Ярвис, спасибо вам. Спасибо большое.